Вечер, дорогие гости нашего музея, снова мы приветствуем у себя в гостях Алексея Трухова, представленный, кто не знает, сотрудник музея Тушкина Москва, хранитель коллекции грузовской жилпуси конца 19-го, начало 20-го века, специалист по армии. На самом деле, да, лекции Алексея действительно очень академичные, в то же время очень простые для понимания, потому что те, кто каким-то образом пропустил его курс лекций об ар-деку в нашем музее, который проходил в прошлом году, вы можете оставить свой адрес, мы вам пришлем ссылки, мы делаем видеоархив, это было очень признавательно и интересно, надеюсь, всем вам понравится сегодняшний наш рассказ, который тоже будет записан на видео. И те, кто, скажем, знает, те, кому эта лекция могла бы быть интересной, вы тоже можете оставить свой адрес интернет, и мы вам пришлем, когда обработкаем ссылку и на эту лекцию. Ну а теперь слово Алексея. О, это большое спасибо на то, что только анон, авансы. Спасибо. У меня, как всегда, большое удовольствие и большая честь быть здесь. Ну и даже не знаю, просто эта лекция, она в значительной степени экспромна своего рода, и я заранее прошу вас прощения, если она немного затянется, потому что тему мы обозначили очень широкую, не просто художественная жизнь Парижа, а, собственно, международное двадцатилетие. Огромный диапазон проблем и разнообразных событий, персон, их взаимоотношений, которые только вместе составляют этот феномен. И хотя мы, может быть, не всего краснёмся, но мне хотелось бы максимально расширить этот круг и как-то в какой-то степени вас позабавить, в какой-то степени, может быть, загрузить какой-то информацией. Да, и опять же, извините, если что-то будет известным уже вам, поскольку я, конечно, регулярно стараюсь обновлять всю эту информацию, но, разумеется, есть какие-то общие очевидные вещи, которые приходится проговаривать. А если что-то совсем очевидное, то вы говорите. Мы знаем уже. Дальше, дальше. Итак, я хотел поговорить о том, из чего, собственно, из каких главных пунктов, главных силовых точек состоял феномен художественной жизни Парижа межвоенного двадцатилетия, и какие персоны и какие взаимоотношения между этими персонами определяли специфику этого ландшафта. И, разумеется, это то время и то место, куда стремились все художники, разумеется, не только Франции, но и Европы, и Америки, и Азии. Персон этих сотни, если не тысячи. И, конечно, среди них и хозяева этого дома, Роман Сута, Александр Бельцов. Роман Сута, герой выставки, который открывается через два дня в Национальном музее, поэтому это отчасти и та ситуация, в которой они были свидетелями, в которой они участвовали, которая влияла на них, это роли, которые они примеряли на себя и которые очень нередко проигрывали. Итак, собственно, если вы на моих прежних лекциях были, то, конечно, это иллюстрация вам. И я хотел напомнить о том, что Францию, Первой мировой войне, ровно сто лет назад, в 1917 году, в Париже на слуху была главная и самая важная новость. Кубизм умер, авангард отошел на второй план, он перестал быть важным, главным, ключевым, самым модным, самым продвинутым явлением. Он уступил место, казалось бы, тому, что ему противоположно было всегда. явление, которое существовало под собирательным наименованием традиции. Действительно, события Первой мировой войны, непобалой бойни, когда столкнулись народы, когда Европа оказалась разорвана конфликтом, шокировали, поразили и полностью изменили сознание людей и изменили и подход к искусству. Скажем, итальянские футуристы, которые были союзницей Франции, и итальянские художники, конечно, были такими истовыми союзниками французов, в 1916 году устроили такую крупную мобилизационную выставку, художественную поддержку хотели Франции оказать, и своими динамичными, резкими, жесткими футуристическими формами воспевали победы армии Антанты, победы французской армии. Выставка провалилась, потому что эта эстетика перестала быть актуальной, перестала быть интересной. Она напоминала о лишениях, о бойне, о крови, о технике, которая убивает, о бешеном ритме жизни города, который сейчас можно было почувствовать на полях сражений. Это отчуждало от футуризма, и востребованы оказались совсем другие сюжеты, совсем другие истории. И вот, сто лет назад, труппа Сергея Дягилева возвестила о том, что эта история начинается. Акции, занавес которой перед вами, это балет-парад на музыку Эрика Сати в установке Леонида Мясина с декорациями Павла Пикассо. От Павла Пикассо ждали эпатажа, ждали резких, жестких, геометрических, кубистических форм. Здесь формы мягкие, ласкающие, немного наивные, очень театральные, очень условное пространство. Это театр традиции, как раз той традиции, которой повернулась культура, отвернувшись от авангарда. Авангард стал жестким, восприниматься как враждебный, немецкий, очень такой диктующий, напротив, традиция стала восприниматься как мягкая, легкая, очень такая всеприемлющая, свободная, вариативная. И вот именно такую традицию представляет здесь Павла Пикассо. Авангард и традиция меняются местами. Теперь традиция стала самым современным, самым востребованным, самым устремленным к будущему. И эпоха, которая ищет теперь опоры в чем-то стабильном, не хочет больше мчаться, хочет покоя, хочет примирения, находит все это в традиции. И Пикассо, невероятно остро чувствующий время, Пикассо, сменивший за жизнь манеры, которых хватило, наверное, добрые сотни бы художников, почувствовал это как никто другой и представил это публике. Вот она, новая такая подомашненная традиция, где Пегас мирно пасется, даже, в общем, сменив пол, где герои комедии Дели Арте, итальянские комедианты представляют традицию, как если бы это был театр, с легкой сменой масок, с переменами ролей и художники. Благодаря этому новому подходу к традиции, могут теперь ее на себя с очень большой легкостью и интересом примерить, как если бы это был карнавальный костюм. Балет-парад был довольно таким ироничным пространством, где и вот эти формы новой обновленной традиции попробовали себя на практике, но и где Пикассо иронично прощался так сказать, с своим недавним кубистическим прошлым. Он вывел на сцену громадные шатающиеся фигуры так называемых менеджеров, зазывал цирковых, которые должны были, по идее, быть очень привлекательными и анонсировать захватывающее цирковое представление. Сам сюжет, балет-парад, это цирковое такое действо, но эти менеджеры с трудом двигались, они шатались, кубистические декорации, воздвигнутые на них, это как минимум полтора, то и два человеческих роста, мешали им двигаться. Это была метафора того, что авангард стесняет, он слишком жесток, он наваливается на человека, а традиция, напротив, человека освобождает, возвращает гуманистическую сущность к искусству, как это не высокопарно прозвучит. Волшебный герой, который вдохновляет этот мир новой традиции, который вызывает, дает рождение творческому союзу Сати, Кмясина, Дягилева, Пикассо, это Жан Кокто. Жан Кокто – поэт, эссеист, художник, удивительный такой фермент культуры, который связывает воедино самые, казалось бы, с трудом сочетаемые ее категории. Жан Кокто вдохновляет этот мир новой традиции и объединяет его под одним очень ярким, цветастым понятием. Это понятие орликина, фигура орликина. Орликин становится главным героем этой новой традиции. Очень изменчивый, очень свободный, очень рассмешливый, очень, ну, в общем, не примеряющий только лишь. Напротив. Но, тем не менее, герой, который может примерить на себя практически любую маску, может появиться неожиданно и проявиться в той или иной области культуры. Орликин становится синонимом этого пришествия нового издания традиции в мир искусства. Вот как появляется Орликин по творчеству Пикассо в контексте подготовки балета Пара в 1915 году. Сам Кокто, желая убедить Пикассо работать над постановкой, по легенде, явился к нему в костюме орликина. То есть сам персонифицировал себя в этой роли. И Орликины приходят к творчеству Пикассо. Вот вещь 1917 года из музея Пикассо в Барселоне. И вслед за Пикассо эту маску, этот легкий наряд с узнаваемым ромбическим узором перемиряет на себя множество мастеров авангарда. Орликинада, комедия дель арте, становится таким путем проникновения в новую традицию и ее символом. Это Хуан Грис, ближайший из подвижников Пикассо, его, можно сказать, ученик, картин 23-го года, сидящий Орликин. Еще герой комедии дель арте Пьеро, 22-го года, из частного собрания, тоже Хуана Гриса. Вот такие очень театральные, как будто бы наваливающиеся на зрители, немного неуклюже топчущиеся на сцене Орликина Пьеро. Пишет их Андре де Рен в 1925-м году, это картины из музея Паранжерии в Париже. А вот Джина Северини, один из участников той провалившейся в туристической выставке 16-го года. Он понимает, что ветер дует в другую сторону и начинает, вспоминает о своей родной итальянской комедии дель арте и пишет вот таких Кульченелл в 1924-м году. Ну, собственно, сам Пикассо полностью, казалось бы, меняет свой облик, меняет ориентиры и предстает перед изумленной публикой совершенно новой фигурой. Он меняет в своей жизни абсолютно все. Ну, во-первых, и в главных, он меняет свой семейный статус. Он приобретает, благодаря русским балетам, свою первую законную супругу, Ольгу Хохлову, танцовщицу Дягилевской труппы. Как раз сейчас в музее Пикассо в Париже происходит великолепная, проходит великолепная выставка Ольги Пикассо, и там впервые фигура Ольги показана объемно, масштабно, благодаря, кстати, потомкам, прямым, собственно, ее. И, приоткрою вам секрет, эта выставка через полтора года едет в Москву и будет показываться у нас в Пушкинском музее. Так что приезжайте к нам в гости, и можно будет увидеть русское издание этой выставки. Ольга Хохлопа потребовала довольно, в общем, радикальных перемен в вольном образе жизни Пикассо, и он, казалось бы, сам этого желал. Стабильное место пребывания, такая буржуазная жизнь, светский круг общения, новые заказчики, новое положение на рынке. И, собственно, наверное, действительно, все, судьба дает знак, и меняется все в одночасье. Кубизм ушел из искусства, авангард ушел из авангарда. Искусство вместе со своим легендарным дилером. Если вам знакомо, имя Даниэля Анри Контейлера, человека, который, собственно, сделал, форматировал кубизм на рубеже девятисотых-десятых годов двадцатого столетия, германский подданный, приехавший в Париж, начавший покупать картину художников авангарда, раскрутивший, как сейчас говорится, Пикассо, как художника для немногих, таинственного мастера для интеллектуалов. Даниэля Анри Контейлера, как германский гражданин, в четырнадцатом году был вынужден покинуть Францию. Будучи еще очень молодым человеком, он, тем не менее, встретился с полным разрушением своей карьеры арт-дилера, и, наверное, так до конца жизни и не вернулся к этому удивительно летящему творческому ощущению, которое было у него перед Первой мировой войной. На фото не он. Сейчас скажу, кто это. И, да, собственно, Контейлер тоже человек молодой. Конвейлер мало того, что уехал из Франции, еще и потерял все имущество своей галереи. Оно было конфисковано французским государством как имущество гражданина, прошлепной державы. Так что со сцены полностью Конвейлер был исторгнут, изгнан. И что же получилось? Получается, что Пикассо остался без дилера. Пикассо, собственно, не имел возможности встроиться в рыночные структуры, как-то снова позиционировать себя. И на помощь ему, святое место пустыни бывает, в том же 1917 году приходит как раз тот персонаж, который перед нами на экране. Это Поль Розенберр, один из ключевых, если не самый ключевой, самый важный парижский арт-дилер 20-30-х годов. Как раз один из тех людей, которые определяли, форматировали арт-рынок, художественную жизнь этого времени в этом месте. Поль Розенберр взял Пикассо под крыло. Стал синонимом и соавтором во многом его вхождение в светский круг. Не в круг избранных немногих единичных интеллектуалов, как это было у Конвейлера. Наоборот, в круг престижный, в круг общепризранный, в круг аристократический. В этот круг вводил его Розенберр. Это, собственно, был французом всего лишь во втором поколении. Его отец Александр Розенберр приехал из Словении в Париж в конце 19-го столетия, стал сраговать восточным искусством. И Поль Розенберр вместе с его братом Леонсом Розенбером унаследовали отцовское дело. И вот Поль Розенберр развернул его в сторону нового искусства. Да, наверное, будет тоже нечестно уторить от вас, что сейчас в музее Майоли в Париже, как всегда, она могла уже кончиться. Проходила, по крайней мере, еще недавно выставка под названием «21. Рю для Бесси», посвященная как раз Поль Розенберр и его роли в художественной жизни Парижа. Вот он перед нами. И, собственно, это другой формат антикварный и актуальный, торговля антикварным, старым искусством и актуальным искусством. Розенберр словно возвращается к таким принципам репрезентативности, богатства, шикарного антуража при презентации нового искусства. Теперь это не подчеркнуто скромная галерея, как была у кондейлера, или такой странный, очень тесный, маленький загончик, как был у легендарного арт-дилера Амбруаза Валлара, державшего, ну, просто, как можно сказать, ловчонку, совсем маленькую галерею. Нет, это галерея Шумбардатая, заполненная антикварной мебелью, представляющая новое искусство, скажем, искусство инпрессионистов, постинпрессионистов, мастеров авангарда, как статусное приобретение, как вещь для людей высшего круга. Принципом Розенбера было продавать немногим и дорого. Галерея Розенбера постоянно напоминала о себе выставками, изданиями, публикациями в прессе. Галерея Розенбера работала на широкий круг потребителей, то есть она привлекала не только французов, но и, скажем, американцев, особенно желанных клиентов в Бариже того времени, поскольку франк стоил дешево, а доллар очень дорого, клиентов из Азии, клиентов из Британии, из Скандиналии и так далее, и так далее. Так что вот в таком антураже Розенбер позиционировал и Пикассо. А Пикассо эта новая игра понравилась. Он, как тот орликин, примерил на себя эту маску светского персонажа и пока чувствовал себя в ней вполне комфортно. Вот такой портрет Поля Розенбера он рисует карандашом в 1818 году. И вы видите, что это та же традиция и даже то же кресло, на котором он пишет портрет своей супруге Ольги Хохловой годом раньше. Считается, что Пикассо никогда не исполнил заказанных портретов. Но, тем не менее, этот портрет находится как раз в этой билке возможностей. Это портрет супруги Поля Розенбера и их дочери Мишлин. Сам Розенбер называл Пикассо «мой пик», а Мишлин называл его «дядя Кассо». И вот дядя Кассо сделал Мишлин маленький подарок. Это вот такая вот разъяр маленькая деревянная картиночка. Портрет Мишлина на берегу моря. Явно он был вручен ей лично, причем, собственно, в том возрасте, в каком она здесь изображена. Поскольку на этой деревянной дощечке эта девочка, в общем, не сомневаясь, начала рисовать сама. И, собственно, здесь не очень хорошо видно, но там есть следы маленьких таких детских рисунков. И повозка, и лошадь. В общем, она... Немногие дети, согласитесь, могут позволить себе рисовать по Мерклю Беси Пикассо. Дочь Поля Розенбера могла себе это позволить. Это 19-й год. Поля Розенберр исключительно дорожил Пабло Пикассо. Он был его главным капиталом, главным приобретением. Его ни в коем случае не нельзя было спугнуть. И чтобы не спугнуть, Поля Розенберр пошел на невероятный шаг. Его галерея находилась в поле, в общем, уже благодаря выставке, особенно всем теперь известному адресу, Бакс-1, Рю-Ля-Бой-Си, улица Ля-Бой-Си. А Пикассо он поселил в соседнем доме, в доме 23. И дилер и художник могли смотреть друг на друга в окна кухни. И в окно кухни, по легенде, Пикассо показывал свои новые произведения. Розенберр тоже, в общем, как элемент такой игры. Они дружили с семьями. У Пикассо был этаж в этом доме, у Ольги Хакола был свой этаж. То есть, в общем, очень багажечный, состоятельный быт. И, казалось бы, все интересы учтены. Ну, а Поль Розенберр, чувствуя, как ведет себя рынок, требовал все больше и больше от Пикассо, разумеется, работ на популярные темы. И он восклицал в письмах, «Мои орликины, как же мои орликины?» Мол, пожалуйста, напиши еще то, что хорошо покупает публика. До поры до времени это Пикассо нравилось. Это рисунок Пикассо, который как раз изображает интерьер его мастерской в этом доме 23. В семье Пикассо именно здесь, именно в этом доме, именно в этом интерьере, появился ребенок, сын Поль. И тема, связанная с материнством, именно тогда, в 1921 году, приходит в творчество художника. Это картина «Мать и дитя» из Чикагского художественного института. Но, на самом деле, неверно было бы сказать, что Пикассо с авангарду полностью изменил, забыл о кубизме. Его обращение к традиции было, конечно, таким легким поворотом. И артистической позой как раз вполне в духе Орликинады. И вот небольшой холст с его набросками, где видно, что, собственно, и традиция, и авангард монтируются как своего рода конструкция. Он собирает эту конструкцию, в общем-то, на авангардном каркасе. Вы видите, что кубистические композиции, композиции в духе синтетического кубизма, сохраняют свою актуальность, и на них просто, ну, как декоративные элементы, могут навешиваться опционально. Эти элементы традиции Пикассо был и оставался художником исключительно свободного нрава, свободного темперамента. И его манера начала меняться. Начала меняться уже к середине 20-х годов. Снова в его творчество вернулась жесткость, вернулась четкая геометрическая схема, вернулась кубистическая, а затем и такая околософиалистическая деформация, вернулась к процарапыванию, вернулись жесткие живописные техники. И все это поле Розенбера нужно было как-то воспринимать. И, казалось бы, ну вот вы думаете, как должен был поступить такой ордиль? Отказаться от Пикассо или признавать его? Признавать, вы совершенно правы, Пикассо главный капитал Розенбера. И не для того он в него вкладывался, чтобы оставлять. За каждым поворотом творческого гения Пикассо Поль Розенбер следовал, следил. За ними и его галерея до 1940 года, до самой нацистской оккупации Франции, оставалось главным местом, где в Париже нужно было покупать Пикассо. Если продолжать разговор о мастерах авангарда, которые вдруг в 1920-е годы представали неожиданными сторонами, то, конечно, в главном друге соратники Пикассо кубистических времен о Жорже Браке. В 1922 году на осеннем салоне Париж он показал такие крупные, монументальные панно, канефоры, женщины, несущие блюда, корзины, в такой дышащей, как видите, очень мягкой, очень пластичной манере, тоже апеллирующие к традиции, и, пожалуй, неожиданно такие несобранные, что ли, для Брака, потому что Брак – мастер очень дисциплинированный во всех своих творческих проявлениях. И именно такой Брак был интересен публике, был понят публикой и принят в своем новом обличье, и принят новым галеристом, поскольку картинами Брака тоже торговал до Первой мировой войны Конвейдер, а после Первой мировой войны Поля Розенберг – Брак, один из его художников. Вот, собственно, выставка Брака в галерее Поля Розенберг уже в 30-е годы он продолжал постоянно знакомить с новинками творчества Жоржа Брака. Как видите, интерьер галереи Поля Розенберг оставался более или менее неизменным, достаточно, да, такой, полатый, с штопными обоями, с фонерозными деревянными панелями, респектабельная галерея, не маленький, скромный мильер, как это было до Первой мировой войны у торговцев искусством авангарда. Наконец, Андрей Матис, который тоже очень сильно свое творчество смягчил, образовал своим искусством такой полюс спокойствия в широком художественном диапазоне арт-мира 20-х, 30-х годов. Такие вещи, изображающие безмятежное, чайпитие, отдых в саду, естественно, мир интерьера, мир тех гостиниц, которые так полюбил Матис в это время на юге Франции, на французской ригере, в Ницце. Это вещи, где, казалось бы, полностью вот эта энергия, такая пружина живописи Матисса расслабилась. Он немного отпустил себя и стал работать в как раз такой очень мягкой, сглаженной манере. Этого публика тоже ждала. Тем более, что картины эти были уже не крупных, монументальных, таких радикальных масштабов. Напротив, это были вещи очень камерные, очень небольшие. Матисс уже был доволен, в общем, пожилым человеком. И ему было просто удобнее работать с вещами камерных масштабов. А потом вещи камерного масштаба, небольшие картины, намного лучше продавались. И с удовольствием покупали новые клиенты, с которыми, кстати, Матисс общался сам. Это очень редкий случай, потому что обычно в структуре французского художественного рынка, особенно французского, у художника обязательно должна быть галерея. И художник при галерее просто обязан быть. Общаться напрямую с клиентами не очень хорошо. Матисса была своя галерея до Первой мировой войны, галерея Бернхейм-Жен, галерея Гастон и Жоса Бернхеймов. Но Матисса немного испортил московский коллекционер Сергей Иванович Щукин. Он стал общаться с ним напрямую, стал делать покупки из мастерской, стал обходить галерею, и, в общем, немного научил Матисса обходить те запреты, которые галереи на немоноклады. И вот после Первой мировой войны Матисс решил работать на рынке сам, уже не через галерею Бернхейм-Жен. Он напрямую общался с клиентами, любой мог обратиться к нему, выбрать произведение, договориться о просмотре. И это был такой удивительный опыт выхода художника в независимый мир арт-дилерства. Вот еще один пример, такая Адалиска с Макнолием, это вещь в частном собрании, и вообще немало этих Адалисок еще в частных руках, как раз из-за этой удивительной свободы Матисса в области торговли своими произведениями. К середине 30-х годов манер Матисса упрощается, становится более плоскостной, более такой линеарной. Он словно вспоминает о своих опытах 30-х годов, как раз щукинской эпохи. Это розово-отнаженое, 35-го года, из музея в Балтиморе. И именно в середине 30-х годов Матисс все-таки изменяет своей тяге к свободе. В 36-м году он становится одним из художников все того же Поля Розенбера. Поля Розенберр словно стягивает к себе под свое крыло крупнейших мастеров искусства Франции. Так что это такой, ну, серый кардинал, не серый кардинал, но ключевой игрок на рынке. Матисс подписывает с ним контракт на право первого просмотра. То есть, Розенберр должен, имел право, только он, первым просматривать только что созданное произведение Матисса и покупать понравившееся по соответствующей тарифной сетке, которая здесь, в этом контракте, и, собственно, приведена. Как мы уже сказали, в галерее Поля Розенбера выставки были постоянным событием, постоянно сменяли друг друга. Полтора месяца один художник, другой, третий, сборная выставка. За год проходила не менее десяти разных показов. И выставки Матисса во второй половине 30-х годов, конечно, проходили не в единственном числе, и вот некоторые из них. Вот свидетельствуют каталоги некоторых из этих проектов. У Поля Розенбера, ну, просто по следам выставки очень увлекательно об этой персоне поговорить, у него была изумительно отстроенная система документирования, кстати, во многом позаимствованная у конвейлера. Вообще, у французских галерей была такая довольно разбросанная разбросанный подход к документированию. Они вели разные системы нумерации, разные каталоги, разные книги, учета. У Розенбера все это было поставлено очень четко, очень жестко. Небольшой размер карточки с единой системой нумерации, где было указано, в какие коллекции какая картина попала, как она перемещается на рынке, сколько за нее заплачено. В общем, это настоящий мониторинг арт-пространства. Ни много, ни мало. Сейчас этот архив находится в Америке, куда, собственно, Холер Зенбер после трагических событий Второй мировой войны перенес свою деятельность, где еще до 50-х годов активно действовал как арт-дилер. Наверное, не лишним здесь будет сказать Амарил Рансен. Она тоже носитель вот этого свободного, вариативного подхода к традиции, очень, в ее случае, женственной, очень мягкой, очень такой наивной, слегка очень условной. Но Марил Рансен удивительный персонаж это первый художник Поля Рассенберра. Человек, который первым заключил с ним эксклюзивный контракт. Было это еще в 1913 году. Вот, собственно, Поля Рассенберра уже сбрил свои усы, показывает картину Ренуара одному из своих клиентов в середине 30-х годов. Тоже один из носителей этой культуры новой традиции в 20-30-е годы Рауль Дюфи. И это тоже один из мастеров, которые продавались через галерею Поля Рассенберра. Это его картина «Площадь Мьерри». На юге Франции мы его сегодня еще будем один раз как минимум вспоминать. И Дюфи удивительный мастер, который объединяет по-прежнему изящное прикладное искусство. И художники представители нового искусства в 20-м столетии уже не гнушались такими контактами совсем. И Дюфи один из крупнейших мастеров, которые очень охотно работали как раз в прикладной сфере. это ширма середины 20-х годов с названием Париж. Фернанд Леже человек, который ассоциируется у нас воспеванием механистического мира, техники в 20-е годы тоже становится записывается в приверженцы новой издания традиции. Причем он очень любопытно это оформляет. Он говорит о том, что технику создает человек. Мы должны создавать произведения для этого человека как повелителя и создателя машины. Создавать произведения, которые будут ему понятны, которые будут говорить на ясном для него языке. И вот на языке этой машинной эстетики с техническими цветами, с формами, напоминающими элементы такого технического конструктора, он обращается к сюжетам, заимствованным к классической традиции, к человеческой фигуре, к пейзажу, к крупным фигурным композициям. Это работа «Три женщины» в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 21-й год и как раз такой ясный, успокоенный, стабильный мотив, но рассказанный на техническом языке. Традиция имела виду измерений и публика ее вполне принимала. И здесь, наверное, здесь чуть погодят, нужно сказать, что Леже тоже перехватил именно поле Розенберг. И его картинами тоже с середины 20-х годов до 40-го торговал в своей галерее. Это как раз еще пример работы с традицией, абсолютно лобовой, ясный, четкий картина Балясина 1925 года. Леже тоже пробует себя активно в прикладных областях, в прикладных сферах, по кинематографе оформляет постановки такого фильма «Бесчеловечное» в 1924 году. Почему я прокручивал вперед, хотел рассказать об одной интриге, которая существовала между двумя братьями Розенбергами. Полин, которого мы уже себе хорошо представляем, и Леонсом. Леонс Розенберг перед нами на рисунке Жанна Метценже, еще одного мастера Вангларда, который обратился в 20-е годы к миру традиций, к миру традиционного фигуративного искусства, и вот он изображает на этом рисунке Леонса Розенберг. Леонс Розенберг, в отличие от Поли, был романтиком. Был человеком, ну, может быть, с практическими целями, но не очень практичным. И весь опыт его жизни, его деятельности в 20-е годы это доказывает. Леонс Розенберг начал взаимодействовать активно с миром мастеров авангарда, переставших быть авангардистами в конце 10-х годов в это самое время. Казалось бы, его глаз, его ощущения, его интуиция, все говорили о том, что он поступает правильно. Он и обратился к творчеству брако, и стал торговать его картинами, стал активно общаться, взаимодействовать с Фернаном Леже, стал издавать журнал под названием бюллетень галереи Эфор Модерн, Эфор Модерн так называлась его галерея, казалось бы, создавал крупный смысловой информационный дискуссионный центр культуры 20-х годов в Париже. Но за любовью к рассуждениям, за любовью к дискуссиям, за диспутами, которые, скажем, разворачивались между Леонсом Розенбером и Фернаном Леже в начале 20-х годов, он упустил собственно фактуру рынка. И при том, что ему замечательно удавались дискуссии, удавались такие создания проблемного поля, тем не менее торговать, быть прибыльным, приносить прибыль своим подопечным художникам, у него все-таки получалось не очень хорошо. Или же и брак в середине 20-х годов при всей любви и уважении к Леонсу Розенберу ушли из его галереи, перестали через нее продаваться, перешли к брату поля Розенберу артрезом жесток. И наверное один из мастеров, который остался под эгидой Леонса Розенбера неожиданно это Джорджи де Кирико. Выставка Джорджи де Кирико кстати говоря происходит как раз я просто не устаю рекламировать московский музей происходит в государственной Чайниковской галереи сейчас, правда там большинство нет произведения 20-х годов, я вас успокою, там поздние работы показываются, так что много может быть вы не потеряете если не даетесь до нее. Но так или иначе Джорджи де Кирико в 20-е годы на взлете. В нем открывается не только талант художника-философа, но и талант удивительного по тонкости, по рафинированности живописца. Больших высот он в фактуре, в этом вкусном живописном устройстве своих картин не достигает. уже в жизни больше никогда. Вот он как раз в середине 20-х годов на фоне одного из наиболее любимых своих сюжетов, этих муз, утешающих друг друга, которых он бесконечно варьировал в это время в своем творчестве. Вот этот сюжет поэта и муз, и людей, манекенов, которые вдруг оживают, причем оживают в пространстве затесненного, буржуазного интерьера. Это тоже игра с традицией, именно игра, которая показывает условность, театральность этих картин-постановок. Или вот эти гладиаторы, античные герои, которые устраивают свои поединки, тоже в очень тесных квартирах с невысокими потолками, и выглядят как какие-то статуи в интерьере частных апартаментов. Тоже такая условно-игровая традиция. И Джорджо Де Керрика именно для Леонса Розенбера, продается он через его галерею в 20-е годы, создает один из самых, наверное, замечательных ансамблей живописных в 20-е годы. В 20-е годы он завершает живописный цикл для личных апартаментов Леонса Розенбера. Это цикл таких монументальных крупных произведений, изображающих как раз этих античных героев, гладиаторов, их поединки в небольших невысоких интерьерах. И сам этот зал в апартаментах Поля Розенбера, казалось бы, с невысокими потолками, развернуты по горизонтали. Де Кирико специально писал для этого пространства и создал вот это игровое театральное условное ощущение. Его театр ожил в этом пространстве. Хотя бы в этом заслуга Леонса Розенбера несомненно есть. Но Де Кирико художник не французский по происхождению, разумеется, и, наверное, теперь пришло время уже немного поговорить о том сообществе не французских по происхождению художников, которые, тем не менее, назывались и как раз в 20-е годы приобрели собирательное имя Парижской школы. Ну, надо сказать, что, конечно, Парижская школа имя 20-х годов, но феномен не столько 20-х, а и 9-сотых, и 10-х годов 20-го столетия. Собственно, большинство героев, прославившихся в 20-е годы, приехали в Париж на 10-15 лет раньше. Но будучи объединены только дружескими связями, только совместным пребыванием вот в этом знаменитейшем так называемом Улье, в его мастерских, на южной окраине Парижа, на Рюдан-Цик, они не ощущают себя единой силой. И именно 20-е годы форматируют это явление. Форматируют потому, что, во-первых, эти художники уже приобретают некую критическую массу. Их становится настолько много, они становятся настолько популярными, выразительными, настолько компонуются друг с другом, компонуются их творческие манеры, что их начинают воспринимать как целостное, единое явление. Не только искусство, но и, естественно, весь антураж, в котором это искусство рождается, тоже становится явлением самоценным и воспринимаемым как цельный феномен, феномен артистического Монпарнаса. И вот это кафе дом на Монпарнасе, на перекрестке Вабен, один из главных центров притяжения 10-х годов, так сказать, неофициальный, а в 20-х годах он уже попадает в туристические путеводители. И сюда идут туристы и клиенты, чтобы ознакомиться с художниками, чтобы прикоснуться к этому живущему здесь и сейчас, развивающемуся художественному миру Парижа. И, собственно, культура 20-х годов уже обыгрывает очень активно этот сюжет. Уже продает сама себя. Для богатых американцев, которые с хрустящими бачками долларов рассказывают о Монпарнасу в поисках новых знаменитостей, в поисках таких художественных открытий, находок, конечно, этот феномен нужно подавать цельным и привлекательным. И вот такая гравюра французского художника Гальена «Монпарнасский кафе» 22-го года как раз об этом. Здесь все лейблы присутствуют. И Ротонда, и Квозри Дерила, перекресток Вабен, все это локусы очень важные, локусы бульвара Монпарнаса. И, естественно, герои художественной жизни, Монпарнасских кафе, здесь можно узнать, по крайней мере, одного персонажа точно, этого человека в очках, точно можно узнать, это Цегухар Фудзита или Фуджита на французские манеры его называли. Люди всех национальностей, люди всех типажей, люди со всех концов света стягивались в эти монпарнасские кафе. И на рисунке французского крикутуриста, который выступал под псевдонимом сэм, они объединены таким расхожим термином монпарно, то есть обитатели монпарнаси, те, кто выступают его завсегдатами. И в середине 20-х годов появляется это имя «Парижская школа», наконец, его произносят. Закрепляется оно в книге Андре Варно, парижского критика, эссеиста, писателя, и собственно он делает это в 1625 году. И с этих пор все эти разобщенные, все эти не воспринимавшиеся как единая группа мастера, вот этот как это говорят зонтичный термин к ним применяется и он замечательно эффективно начинает работать. Это теперь и Модельяний, и Сутин, и Кислин, и Шагао, и Керс Ван Донген, который приехал еще в 900-е годы в Париж, да и сам Пикассо уже во многом считается художником Парижской школы, ведь он не француз, приехавший в Париж и реализовавшийся как раз здесь. Так что границы этого термина невероятно широки, и все это случается как раз в 20-е годы. Стоит появиться термин «Парижская школа», как этот магнит словно становится электромагнитом, то есть приобретает дополнительную силу, дополнительные возможности. и инфраструктура вот этих кафе, этих артистических кабарет, этих баллов, этих ну не знаю, даже муз-вдохновительность художников существует и обращена и внутрь, и вовне, и к художникам, и к тем, кто приходит на них полюбоваться. Скажем, вот этот бар «Жокей», это любимое место «Паскина», кстати говоря, который любил очень жесткие развлечения, здесь можно было не только попить кофе, но и подраться, в общем, особенно ближе к ночи. Но туристам было интересно и это, и чем острее, тем лучше. Так что это места в равной степени и для художников, и для туристов. Кики с Монфорнаса, знаменитая легендарная модель и муза художников от Паскина и Кислинга до Монрея, собственно, была такой же достопримечательностью Монфорнаса, как и сами эти кафе. Вот такие развлекательные пространства, такой бар Цапля, в 29-м году сфотографированный как раз это бесконечная развлекательная культура, это праздничество, да, по-фингуэ, праздник, который всегда с тобой. Действительно, это так. Разумеется, эту гигантскую инфраструктуру, которая включает в себя тысячи художников с наверное, как сказать, десятки тысяч, наверное, может быть, и десятки тысяч клиентов, должна обслуживать соответствующей инфраструктурой. Инфраструктура рыночная, конечно же, это сотни галерей. Париж не то, не после, не знал такого невероятного взлета художественной торговли, как это было в 20-е годы. Действительно, ну, скажем, да, в Кужетане на сентябряных герой парижской школы. И вот его выставка в галерее Кати Гранова, это русская эмигрантка, которая открыла в Париже на Бульваре Османа, хоть не Монпарнасе, но на Больших Бульварах, свою галерею. И галереи боролись за художников, боролись за то, чтобы сделать новое открытие, за то, чтобы приобрести, заманить в своей сети нового эффектного персонажа. И собственно, как было это, как было не преследовать эти цели, ведь, скажем, цены на картину Модельяния во второй половине, только во второй половине 20-х годов, возросли в 20 раз. Как было не отправиться на поиск новых потерянных гениев? Собственно, этим и восхищались и воспевали Францию, страну живописи, золотой век живописи, благородное ремесло живописца. Так и возмущались этим, конечно, фритики старого поколения, скажем, Луи Боксель, кстати, автор термина фавизм, писал раздраженно в 20-е годы таким образом. Вот чехословацкий выскочка из ротонды, ротонда кафе на Монтарнасе, с помощью маршалов, спекулянтов и критиков. Подписывает выгодный контракт, провозглашается главой школы, а эстет болгарин связывает его с Эльгрека Иван Богом. Боксель, националистически ориентированный критик, естественно, обращает внимание на то, что на художественном рынке Парижа заправляют уже по-многому не французы. Убы, эта националистическая риторика оставалась актуальной, поскольку, собственно, парижская школа не французами создается довольно и не для французов, но на французской территории. Многие критики воспринимали это как паразитирование на теле Парижа. Ну, а, естественно, на всех уровнях веселые споры эта торговля в 20-е годы шла, и вот, скажем, уличная торговка картинами, которая своей нехитрой интервью, тоже в духе новой традиции, вынесла продавать, это уже 1930-й год. Собственно, парижский художественный рынок становится сам по себе феноменом и товаром. Его тоже продают, его это тоже можно делать, представьте себе. Вот эта дама, которая повернулась к нам, мне кажется, она на автоспуске снимает, потому что она сама фотограф. Это Тереза Бонней, американка, которая держала в Париже фотосалон и документировала светскую, художественную, да и бытовую жизнь Парижа в 20-х, 30-х годах. В 1134 году она предприняла такую удивительную акцию, пригласила с собой в Нью-Йорк на борту парохода Иль-де-Франс ключевых арт-дилеров Франции. Арт-дилера старшего поколения, вот он перед нами, фронтальный, сидит, такой грузный. Вы его, возможно, узнаете по портрету работы Павла Пикассо хотя бы, как раз из коллекции нашего музея. Это Абруас Валар, легендарный арт-дилер, знакомый Сезанна, Гогена, человек, устроивший первую выставку Пикассо еще в 1901 году. Сейчас это уже глубоко пожилой человека. Его везут в Нью-Йорк показать, как парижскую диковинку, настоящего, правильного парижского арт-дилера. Посмотрите, американцы, как это здорово. Тереза Бонне преследовала, конечно, благородные цели, она была за диалог культур, за франко-американское сотрудничество, франко-американскую дружбу, но, разумеется, рыночный аспект здесь тоже присутствовал. А вот этот человек, который из Бенью выглядывает, такой уощенный, это Этьен Бенью, это дилер того же поколения, что и Поль Розенбер, очень оборотистый, я не говорю, потому что он торговал старыми мастерами, и он хороший поток наладил в 20-е годы поставки в Америку старых мастеров из Франции и Италии. Потрясающий взлет тоже ни до, ни после 20-х годов не было в Париже такого гигантского потока изданий по искусству. Только художественной жизни, только современному искусству было посвящено в этот момент до 40 журналов в французской столице выходивших. Вот один из них, Леонид Ляр, это были как независимые издания, или Аркет Ляр и Бранд. Кстати, есть натюрморт Петрова Водкина с этой узнаваемой рыжей обложкой. Это своего рода такой цвет причастности новому искусству, цвет причастности актуальному художественному процессу. До светской хроники вот этот журнал Паримон Парнасс это как раз уже не проблемное поле не сэ в искусстве, а события художественной жизни, происшествия в кафе, какие-то знакомства, скандальные, немножечко с желтым оттенком вещи. В общем, на всех уровнях эта художественная жизнь проанализирована, описана и представлена в лучшем свете. В этом, конечно, напомните о том, что крупные галереи издают свои журналы, да, мы уже Фиансер Сундер с его бюллетенем галереи Эформа Дерн представили свои журналы, были, скажем, у галереи Бернхейм и у других торговцев. Ну вот, собственно, один из патриархов парижской школы это Кес фан Донген, и здесь, наверное, будет уместно о нем сказать, поскольку в 20-е годы он становится моднейшим светским портретистом Парижа. И вот он перед одной из своих моделей свою манеру, которую он выработал еще в эпоху фабизма в 900-е годы он сейчас адаптирует к требованиям нового времени, к его динамизму, к его поспешности, к его, конечно, рыночной ориентации и с успехом продает. В общем, даже несколько с легким налетом цинизма, рассказывая о том, как он укрупняет макияж на лицах своих моделей, каждый им нравится и как они платят ему хорошие деньги за эту работу. Это портрет герцогини Дрюи и, конечно, рискратические заказчики у Бандонгина в мастерской друг друга. Вот эти типажи Бандонгина. Картина «Барк в Каире» в 1920-е годы. Но у Парижской школы, конечно, должен быть главный герой, идеальное лицетворение, великий такой пророк и эту роль присваивают 20-е годы Амедеуматериале, который уходит из жизни как раз на пороге славы в 1921 году. Из-за своего абсолютно непокорного буйного нрава, из-за невыгодной рыночной ситуации, из-за сложных проблем с встраиванием в этот рыночный процесс, который очень скоро должен был начать приносить ему гигантские индивиденды, Мадельяне находился в исключительно невыгодных условиях и жизнь его закончилась раньше, могла бы. Это лежащая обнаженная с 17-го года из фонда Барнса, как раз из тех картин, за которыми в 20-е годы разворачивается настоящая охота. Мы уже упомянули о росте цен невероятном, 20-ти кратном и Барнс, Альфред Барнс, глава неимерного фонда в Мэрионе от Филадельфии покупает художника Парижской школы и делает Мадельяне одним из своих главных любимцев. Его интерес во многом и повышает у него цены. портрет Жанны Бетерн трагической возлюбленной и состоявшей супруги Мадельяне. Эта трагическая история рассказывается на все лады, переживается и становится романтическим символом, знаком парижской школы. И наверное пару слов нужно сказать о таком трагическом человеке к фигуре, которая пыталась стать добрым гением Мадельяне. Это Леопольд Сборовский. Польский поэт, эссеист, поклонник изящного, который вообще на самом деле приехал в Париж, чтобы открыть здесь врачебную практику, но слишком любил искусство и увлекся кругом мастеров парижской школы, было это еще в 1414 году, он подружился с Мадельяне, он стал его поддерживать, очень часто требовались и банально его способности врача. Мадельяне как мог благодарил Леопольда Сборовского, но увы прибыли не приносил, слишком уж неуправляемым был и слишком уж невыгодной была рыночная ситуация. Леопольд Сборовский герой сразу целой серии портретов Мадельяне, вот он такой добрый, располагающий к себе, настоящий спаситель для Мадельяне и в этой ипостаси художник представляет Леопольда Сборовского, скажем, на портрете 1920-го года или на портрете 1917-го года, где он такой удивительно трепетный, мягкий, ну, казалось бы, совсем не арт-дилер. Сборовский пытается поддерживать в это время, пытается спонсировать не только Мадельяне, пытается создать такой настоящий круг, группу художников и действительно берет под свою опеку ключевых героев той группы, которую скоро назовут Парижской школой. Мадельяне, Хайм Сутин, Моис Кислин, крупнейшие, ключевые фигуры, ну, казалось бы, все позыри на руках Леополя Сборовского, но что-то пошло не так. И действительно, здесь его можно сравнить, наверное, с Леонсом Розенбером, который прекрасно создавал проблемное поле, любил художников, дружил с ними, дискутировал с ними, но не очень хорошо им удавалось их продавать. Все-таки, видимо, это профессии немного разные. И несмотря на дружбу с Хаймом Сутиным, на то, что, скажем, это портрет Сутина работы Мадельяне 17-го года, несмотря на то, что настоящие такие арт-вояжи, арт-туры устраивал в Боровске для своих подопечных, скажем, свозил их в 19-м, 20-м, 21-м годах на юг Франции. И эта вещь Сутина, которая написана как раз тогда, это по площади в Сере, южно-французском городке, 20-й год, из музея Израиля. Несмотря на все это, казалось бы, все акции правильные. Вот он поддерживает художников, вот он устраивает им выезды и получает в качестве дивидендов картины, но все-таки успех уходил от Сутина. Немного еще Сутина. Его знаменитые маленькие герои, как будто бы отвергнутые, вышвырнутые жизнью на обочину. Маленькие люди, маленький кондитер 24-го года. Такой Альтерезо Сутина. Образ его очень близкий работам Рембрандта. Автопортрет 25-го года. И он стал трагической фигурой. Несмотря на то, что казалось бы, все фишки он расставил на доске правильно, он удивительно неудачливый человек. И казалось бы, удача уже идет к нему в руки, но он все равно оказывается абсолютно беспомощным и не может воспользоваться ее плодами. Скажем, Сборовский и Сутина. В 1923 году в мастерскую Хайна Сутина приходит Барнс, богатейший американский коллекционер, меценат с потрясающим богатством и невероятным стремлением покупать, покупать, покупать. Покупает все картины из мастерской, покупает все картины у Сборовского, все, что может найти. Он влюбился в творчество Сутина. и Сборовский казалось бы мог на этом невероятно просто космически взлететь. Но он и время хорошее. в 1923 год рынок уже успокаивается, он получает возможность развиваться, но Сутина пускает удачу. Сборовский пускает удачу. В 1921 году после смерти Мадиряния Сборовский становится наследником значительной части его мастерской. И здесь он неудачлив. Картины Мадиряни уходят у него сквозь пальцы и он не получает должной прибыли. Так или иначе когда Великая Депрессия доходит до Франции к 1930 году Сборовский окончательно разоряется и в 1932 году трагически уходит из жизни. Такова его судьба. Ну а вот антипот Сборовского человек работавший на том же поле с теми же мастерами и абсолютно по контрасту со Сборовским приобретший невероятное состояние и невероятное клиенту. Это Поль Гийон дилер парижской школы 20-х годов и вот он в мастерской Мадиряни вы видите этого лощеного молодого человека который с обздернутым подбородком приходит не для того чтобы помочь а для того чтобы выловить что-то нужное и важное и получить неплохую прибыль. Вот как представляет его Мадиряни и как видите это уже совсем не добрый доктор расположенный помочь художнику это человек который знает чего хочет человек довольно жесткого нрава Поль Гийон не из среды артдилеров он начинает свой путь как он вообще довольно не из аристократических кругов из очень простой среды и в какой-то момент в середине десятых годов двадцатого века он понимает что хорошо продается неевропейское искусство так называемое негритянское искусство небольшое статуэтки которые для моды для вдохновения начинают собирать художники и коллекционеры он служит в лавке не то что посыльном но в общем менеджером младшего звена и он начинает в витрину этой лавки подставлять негритянские скульптуры скульптуры начинают покупать Поль Гийон создает себе первый капитал и вот в конце десятых годов после первой мировой войны он уже открывает галерею на улице антикварти далеку от Лувра и позиционирует себя скромно если он не страдал как один из ключевых дилеров и перехватывает у того же Зборовского и работа Модельяне и становится поставщиком Барнса продавая ему картины Хайма Сутина в общем так или иначе Гийон заполняет собой практически безальтернативно рынок художников парижской школы его писали самые разные мастералы скажем Кес ван Донген или Андре де Рен кстати говоря художник казалось бы французский более или менее старшего поколения но он был тоже одним из завоеваний Поля Гийома и работал именно с ним не с Полем Розенберном такое любопытное исключение вот портрет Поля Гийома работа Дерена из музея Оранжери Париж а вот портрет госпожи Гийома тоже работа Дерена 1928 года тоже из Оранжери и вот эта вот госпожа которую звали Доминик она довольно драматическую роль сыграла в судьбе коллекции Гийома сейчас мы об этом скажем но сначала Дерен Дерен видите уже такой довольно грузный крупный мастер он сейчас позиционирует себя как один из метров новой традиции он пишет в такой намеренно упрощенной намеренно округленной манере апеллирующей к старым мастерам к их коричневатой темной гамме к их ясности к их такой очевидности и ориентации на простые истины живописи он радуется тому что сейчас после гибели кубизма после ухода его со сцены может наконец снова писать модели с глазами и волосами вот одна из таких моделей перед нами ну и собственно вот такие бесхитростные модели бесхитростные натюрморты это мир живописи Дерена 20-х годов который очень хорошо на ура воспринимается публикой Ольги Йом очень творчески сыграл на очень болезненной для французов ноте дело в том что во Франции родине нового искусства где появились на светлые христианизмы постно-христианизмы искусство авангарда бизм фавизм все главные измы начала 20-го столетия не было музея нового искусства такой музей скажем был в советской России в государственном музее нового западного искусства бывшая коллекция Щукина и Морозова такие музеи основали в Германии скажем музей Фолькланд такие музеи создавали в Америке скажем коллекция того же Барнса была музеифицирована а во Франции этого не было были только анкеты опросы каким быть нашим музеем каких художников вы бы туда взяли а вот как бы повернуть как бы форматировать этот проект тем временем работы утекали за границу тем временем рынок щедро отдавал их в руки английских скандинавских швейцарских американских коллекционеров немецких коллекционеров особенно обидно было для французов и в общем не сомневался поступая таким образом полигиом артдилер который тоже образовал иностранцем в 1929 году анонсировал выставку крупнейших произведений современного искусства из коллекции полигиома так и значилась на афишах он открыл эту выставку в собственной галерее а потом собственно сказал что эта выставка станет основой музея крупнейших произведений современного искусства который пока будет работать в личных апартаментах полигиома на арене форш и вот собственно эти апартаменты перед нами фактически туда можно было прийти с улицы посмотреть коллекцию великих произведений нового искусства здесь как минимум есть и натильяне и кислинг и террен и коллекция полигиома представлена была в музейном формате это конечно была больная мозоль французов и великий выигрыш полигиома поскольку конкуренции у него практически не было но этого очень высоко взлетевшего персонажа судьба покоротила самым грубым и циничным образом дело в том что он скоропостижно скончался в 1934 году прожил всего лишь на 2 года дольше чем его антипод Леопольд Сборовский и получилось так что коллекция оказалась в руках вдовы вдова была в цветущих летах совершенно не собиралась отправляться за своим мужем вслед и она по завещанию имела право распоряжаться этой коллекцией не меняя ее основного направления но тем не менее она обладала возможностью продавать частично эти произведения поскольку прожила она очень долго до 80-х едва линии годов она этим правом сначала воспользовалась скромно потом еще немножко потом еще немножко потом еще немножко и в конце концов коллекция сейчас это находится в собрании музея Оранжерия она перешла к французскому государству но во первых под двумя именами Оле Гиома и второго супруга этой самой мадам Доминик и немного в другом формате потому что Доминик очень не нравились скажем африканские скульптуры а здесь вы видите произведения нового искусства совмещены с памятниками африканского искусства с памятниками искусства черной Африки это был писк последнее слово музейного дела 20-х годов так делали лучшие самые модные самые продвинутые кураторы скажем в Германии в Америке в Англии в Швейцарии в Советской России то есть удивительно современная удивительно авангардная такая музейная инсталляция но Доминик африканская скульптура не нравилась и одно за другое она в Сенде скульптуру распродала подчистую и от них не осталось ничего зато она любила искусство восемнадцатого столетия и купила фрагонара гуше замечательные тонкие прекрасные вещи которые конечно изменили формат коллекции и ее довольно сильно разбавили вот такой ответ судьбы взорвавшемуся поле Виона Мойс Кислинг один из самых успешных художников Парижской школы здесь он на портрете Модельяне еще времен их творческого трио с Сутином вместе 2017 год сейчас 20-е годы он создает бесконечную череду вот этих слегка печальных задумчивых очень ясных очень легко воспринимаемых очень модных декоративных моделей и они конечно создают художнику невероятную популярность самым общительный человек очень легкий открытый принц Монфорнаса так его называли поддерживает этот имидж и конвертирует конечно в рыночные успехи эту свою позицию человеческую вот скажем портрет Кики да той самой модели которую мы видели в начале в виде такой подлинно ренессансной или античной дивы вот опять же это новая традиция кислин в мастерской с одной из своих моделей в 30-м годах его живость становится более монументальным видеть такие крупные сезонистские колотна уже серьезного масштаба и сам он себя уже пытается представить как мэтро-философ в мастерской это небольшой автопортрет в мастерской 38-го года из собрания музея Типале в Женеве Жиль Паскин один из трагических героев парижской школы человек который прославился в такой своей дымчатой очень легкой и мягкой живописной манерой соединившие словно искусство графики искусство живописи акварельные ощущения эти картины рождают в 20-е годы он находился на пике популярности и арт-рынок сыграл в его судьбе трагическую роль поскольку приехав в Париж еще в 1905 году довольно рано он следовал еще до первой мировой войны сложившимся принципом работы художника на рынке то есть художник при галерее и казалось бы тоже при хорошей он был галерея при галерее Бернхайм-Жон при которой Матис был до первой мировой войны уже хорошая галерея с именем журнал свой издавала но галерея Бернхайм-Жон привыкла к художникам относиться с уважением на беспейтие и в контракте было записано что Жиль Паскин обязан поставлять в галерее Бернхайм-Жон определенное количество картин в определенной художественной манере и это ничего хуже для художника чем быть скрепленным такими обязательствами Паскин тяготился ими ему нужно было с одной стороны зарабатывать с одной стороны исполнять вот эти пожелания рынка а рынок хотел этих пастельных этих акварельных работ в этой дымчатой знаменитой паскиновской манере а он хотел двигаться дальше он хотел попробовать себя как живописец монументалист он хотел изменить манеру с акварельной на более сгущенную более такую плотную фактурную все эти линии все эти линии развития галерея блокировала и то что паскин трагически покончил жизнь самоубийством в 1930 году во многом результат этого тупика творческого тупика в который его поместил в том числе и арт так что это действительно мир жестокий и глухару худзитов уже там вот он на монтаже из журнала паримон парнас где он иронически помещает свою фотографию 1913 года как он плывет в париж из японии смеется над собой что он такой японец турист а японцы в париже спустя более чем сто лет выглядят примерно так же и это до сих пор все забавят так или иначе он позиционировал себя принципиально как человек иной культуры странный чудаковатый но тем не менее фужетап прекрасно знал популярности париж жаждал экзотики японец носитель рафинированной графической культуры японского искусства человек одновременно приехавший в париж и осваивающий как ученик очень казалось бы усидчиво европейскую технику живописи окруженный некоторой завесой тайны с удивительным мастерством розчерком пера розчерком кисти за такой неотточенной просто тонкой кисти создающей априс своих знаменитых моделей все это воспринималось на ура все это было невероятно нужно интересно любопытно каков секрет живописи фужиты фужиты его картины исполнены маслом но выглядят как гравюры секрет был в технике технику фужиты держал в тайне почему он казалось бы так играючи исполняет свои работы что это за удивительный гений что это за невероятный талант на самом деле фужита несколько часов в день проводил за отрабатыванием этих приемов которые казались такими легкими публики фужита был и художником и шоуменом в определенной степени и вот собственно его автопортрет где он в окружении европейских предметов но в японской типичной позе и на этом контрасте на этом сочетании с запада и востока создается популярность фужиты вот его предстоящая такая удивительно торжественная обнаженная из музея современного искусства города Парижа 22 года с иллюзионистическим эффектом тканей фужита поражает тончь точностью и фактурным богатством своей живых и неожиданностью фактурной фужита становится фактически моментально одним из самых популярных светских героев Парижа публикациям в том же журнале Паримон Парнас Париж прекрасно знает о том что у фужиты появилась возлюбленная которую он назвал юки что значит розовый снег что у юки есть желтый автомобиль с шофером что у нее есть вот эта вот шуба весьма дорогая что у нее есть вот эта сумочка из перкодиловой кожи что у них есть вилла которую строит модный архитектор в модном районе и все у них прекрасно их историю читают как историю успеха фужита художник парижской школы младшего поколения завязывает диалог с художником парижской школы старшего поколения патриархом парижской школы и вот такая совместная акция светская двадцать седьмой год пик рынка это Ван Донген и фужита они вместе пишут картину картину конечно сюжет который не может публике не понравиться вместе ее фужита мастер светских представлений и переодеваний любят конечно переодеваться еще со времен орликинады и здесь даже написано что это мадмуазель фужита перед нами в дамском наряде и танцует кан-кан вместе с дамами на одном из балов на Монфарнасе и до шагала наверное стоит сказать о судьбе фужиты поскольку он был выможен покинуть Париж буквально тогда когда ушел из жизни и Паскин и такой разогретый рынок двадцатых годов кончился во многом с этими двумя событиями самоубийством Баскина и бегством фужиты в том что когда дошли до Франции оказалось что фужита как японский гражданин не платит налоги и французское государство озаботилось этой проблемой и заставило его декларировать свои доходы в общем пришел налоговый инспектор принес большой счет и фужита всегда подписывал документы не глядя он не очень хорошо воспринимал французский официальный язык и как вводится он поставил свой иероглиф и подписался в общем под полным разорением потому что не стало ни виллы ни шубы ни сумочки из крокодилы кожи ни самой юки которая ушла от Фруберу де Сносу поэту-сериалисту и в общем звезда фужиты во Франции временно закатилась до уже времен после Второй мировой войны так что здесь рынок тоже оказался весьма жесток уже в лице государства и конечно в контексте фарижской школы воспринимается и Марк Шагал он сейчас получает заказы скажем от того же Амбуаза Валарана иллюстрия создания циклов гравюр его произведения продаются через крупнейшие галереи их покупают американские немецкие британские скандинавские коллекционеры они включаются в французские частные собрания вот такой скрипач из музея Гугенхайма один из самых популярных героев работы 24-го года вот такие три отробата 26-го года тоже модная цирковая тема этими сюжетами Мама Франция очень любила в 20-е годы забавляться и вот удивительный пируэт судьбы снова мы говорили о том что музея не было нового искусства его собственно так и не появилось до самого 1947-го года только в 1947-м году открылся музей современного искусства города Парижа во дворце Токио а до этого только в 37-м году и не музей а выставка так сказать предварительная наметка к созданию этого музея открылась в том же самом здании 50 лет независимого искусства а вот это здание открылось в 32-м году под тем названием которое мы здесь видим то есть музей современных иностранных школ музей в зале в музее в павильоне Же-де-пон который стоит у входа в сад Тюлери Парижа и собственно сейчас так как выставочный зал работает музей в Париже современных иностранных школ а музея французских в Париже не было в 32-м году в Париже посчитали более уместным приемлемым подвести итог развитию парижской школы иных художников иностранцев во Франции а не своих собственных мастеров поскольку слишком много было несогласия слишком конфликтная зона музея своих художников с иностранцами было разобраться как-то речь кстати у этого здания трагическая судьба это возможно вы знаете это центр распределения конфискованных нацистами ценностей во время войны в 1940 году этот музей стал так называемым залом мучеников так называли зал с конфискованными произведениями сюда приезжали Геринг крупные бонзы нацистского режима чтобы выбирать картины для своих частных коллекций и разграбление Франции шло через вот это небольшое здание так что музей иностранных школ просуществовал достаточно недолго и его судьба завершилась трагически а сейчас тоже мимо этого сюжета пройти нельзя уж больно он яркий хотя и на другом поле разворачивается этот сюжет связан с дадаизмом и сюрреализмом с их покровителями и с их судьбой в Париже двадцатых тридцатых годов собственно дадаизм изначально начинался как раз арт-проект альтернативный Париже развивался в те годы когда шла первая мировая война когда парижский художественный рынок затих когда жизнь художественных Парижа замерла ни салонов ни выставок практически не проводилось именно в это время в 1616-17 годах в Цюрихе в Нью-Йорке в Барселоне в альтернативных центрах вокруг Парижа на географической карте возникают центры вот этого нового странного абсурдного смелого антиискусства искусство которое все переворачивает которое говорит что оно все и оно ничто и что искусство не имеет смысла переворачивает все представления о художественном процессе и собственно когда заканчивается первая мировая война и в этот альтернативный арт-проект жизнь вносит коррективы поскольку именно в Париже сейчас нужно и можно развивать художественное направление Цюрих, Нью-Йорк любые альтернативные центры теряют привлекательность перестают быть интересными актуальными они теряют привлекательность и дадаисты тоже съезжаются в Париже и скажем вот этот человек монокли молодой человек монокли у которого дада написано на лгу это Тристан Царам молодой румынский поэт художник-ангардист художник-дадаист один из создателей цюрихского варианта дадаизма и он прибывает в Париже в начале 20-х годов как миленький чтобы собственно участвовать именно здесь в бурлящем художественном процессе сюда же приезжает и Франсис Пикабия Пикабия мастер невероятно яркий импульсивный такой очень избыточный несколько в своих талантах многочисленных и Пикабия здесь с удовольствием шокирует публику своими дадаистскими выходками своими произведениями в духе антиискусства вот например он экспонирует в 20-м году такое чучело обезьяны которое снабжает названиями портрет Сезанда портрет Ренуара портрет Рембрандта навекая на то что великие мастера пусть старые мастера или мастера нового искусства все равно они просто обезьяничают они копируют натуру в этом весь их смысл он высмеивает традиционное искусство и противопоставляет этому мир абсурда а вот в 1921 году он предпринимает еще один эксперимент он пишет картину под названием глаз как адилат бессмысленное название и содержание которое абсолютно перпендикулярно смыслу и содержанию арт рынка он удивительно болезненно воспринимает то что рынок требует подписи на каждой картине любого художника картина без подписи ничего не стоит ну зачем ее покупать надо чтобы художник подписывал свои картины и пикаби высмеивает это переворачивает ситуацию и создает картину только из подписи вы хотели подписи очень хорошо это будет самая ценная картина она вся состоит из подписи черт подери и здесь просто уже изображение не нужно ну что вам мало этих подписей смотрите сколько их здесь он просит расписаться и своих друзей и своих недругов специально приглашая их в свою мастерскую создать вот такое контрпроизведение в Париж возвращается и Марсель Дюшан автор знаменитого фонтана писсуара человек перевернувший представление о произведении искусства создавший феномен ready-made то есть произведение искусства не созданного художником а выбранного из мира бытовых предметов и возведенного в ранг искусства но здесь в Париже Дюшан в мире художественного рынка он себя противопоставляет миру художественного рынка не хочет продаваться не хочет участвовать в нем хотя потом будет участвовать и мы об этом поговорим он прекращает свою работу как художник и демонстративно начинает заниматься искусством шахмат вступает даже в французскую сборную по шахматам призы берет международных конкурсов в общем он серьезно этим делом занимается вот он слева играет с американским художником Монреем в шахматы в 1924 году напоследок дает такую пощечину традиции жестко высмеивая шедевр Леонардо да Винчи и превращая его в посмешище он не хочет формально иметь с поклонением традиции с современным художественным пространством ничего общего в Париж продолжают съезжаться люди которые создадут сюрреализм и это скажем немецкий художник Макс Эрнст который прибывает в Париж в 1922 году из Германии где создает свои первые такие протосюрреалистические опыты и вот его картина встреча друзей когда он сам поседает на коленях у Федора Достоевского одного из главных 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 икон нарождающегося сюрреализма к нему летит осеняя его сам Андре Бретон французский поэт и основатель этого движения в круг Бретона Эрнст попадает сразу становится одним из его самых любимых и близких мастеров ну а вот собственно и сам Андре Бретон вот его супруга Симона Бретон вот кстати Джорджи Де Гейко выглядывает с такой серьезной физиономией вот Роберде Снос круг поэтов и художников создающих сюрреализм и это сеанс пробуждения сна поскольку сюрреализм работает с темой бессознательного фредизма непознанного неразгаданного загадками автоматическим весьмом с таким с трудом дешифруемым да даже в общем не нуждающимся в особой дешифровке миром поскольку главный интерес в неразгаданности в тайне в максимальном таком запутывании следов сам Бретон поэт и поэтому свои страсти к живописи формулирует не сразу и собственно живописи сюрреализма складывается позже чем он заявляет о том что сюрреализм родился заявляет он об этом в 1924 году когда публикует в конце года манифест сюрреализма вот он перед нами а вот собственно его супруга красавица Симона Бретон и нужно сказать наверное по слову о том что Бретон довольно крупный коллекционер своего времени человек он был не бедный и его комната его кабинет к концу жизни представлял собой практически законченную инсталляцию она надеюсь что довольно долгое время сейчас восстановлена в центре Пампиду и в основном это произведение эта инсталляция состоит из произведений не европейского искусства вы видите здесь африканские маски из произведений мастеров авангарда вот работа Пикассо так что Бретон как коллекционер отдельная любопытная тема итак манифест сюрреализма провозглашен и под эгиду сюрреализма Бретон собирает целую группу мастеров Макс Эрнст конечно же двое детей испугавшиеся соловья 23 год заимствованную декирика бесконечная перспектива персонажи словно в сновидении появившиеся на свет не прозвучавшие звуки замерзшие движения угроза и тайна в этих построениях Макс Эрнст изготавливает такие очень далеко идущие коллажи из гравюр 19-го столетия он совмещает в абсурдных сочетаниях и дает им таинственные странные названия вот эта работа называется «Таинственные уроки» 29-й годы и в Тангии художник-самолучка входит в круг Бретона он создает вот такие бесконечные ландшафты населенные странными непонятными биоморфными объектами и явлениями то ли пожарным то ли задымлением то ли какими-то атмосферными эффектами в общем так или иначе абсолютно мистически непознанное пространство такова живопись сюрреализма это работа «Гороза» из музея Филадельфии из 26-го года Жан Миро очень узнаваемый очень яркий каталонский мастер в начале 20-х годов прибывает в Париж и как раз входит в круг Бретона в круг сюрреалистов и создает у него живопись очень легкая очень ироничная очень смешная и она действительно как такой забавный знак знак который можно расшифровать и скорее не в таком мрачном фрейдистском духе а в более или менее таком добродушном ироничном ключе но тем не менее живопись таинственная и весьма зашифрованная сложно это работа под названием «Карнавал Орликина» и работает она как видите с этой модной темой орликинады но делает это совсем иначе переиначивает ее можно сказать взрывает ее изнутри это 24-25 годы из музея Буффало в Америке надо сказать что общий сюрреализм изначально позиционирует себя как и дадаизм как и Барсель Дюшан как антирыночная история Дело в том что Андре Бретон был марксистом и троцкистом убежденным он изучал диалектический материализм он очень серьезно подходил к предмету все узнал весьма подробно и требовал от художников досконального исполнения марксистских теорий марксистские теории подразумевали то что художник не может на арт-рынке выступать Макс не должен свои картины продавать а как же ему жить тогда ну так или иначе пусть выживает каким-то образом и был невероятно строг критичен даже к своим друзьям и скажем когда Макс Эрнст в 1226 году вместе с Жоаном Мироу решил по просьбе Сергея Дягилева оформить барин Ромелу и Джульетта Бретон устроил скандал пришел на премьеру и в общем учинил там какой-то большой шум исключил Бретон и исключил Мироу и Эрнста своего друга из группы сериалистов и ну в общем серьезно с ними разошелся для Эрнста отношения с Бретоном были огромной ценностью и в качестве компенсации чтобы вернуть себе дружбу Бретона он написал вот эту картину Мадонна наказывающая младенца Иисуса в присутствии свидетелей и один из этих свидетелей Андре Бретон который смотрит строго в окошко и в общем действительно удостоверяет то, что провинившиеся наказаны Бретон смилостивился и включил Эрнста обратно в группу сериалистов правда ненадолго потому что Эрнст проштрафился снова и жестким марксистским теориям Бретона все-таки до конца не мог соответствовать это очень странная история дело в том, что на протяжении всего развития сюрреализма троцкизм Бретона не ослабевал а только усиливался он не оставлял эту марксистскую риторику говорил об этом так Маркс изрек измените жизнь Рембо сказал измените искусство для нас это одно и то же то есть тотальное освобождение освобождение от политических от гнета капитала политических ограничений от ограничений художественных вот такой замысловатый извив теоретической мысли но при всем Бретон Бретон в общем сам не был чужд определенных рыночных поползновений и вот такой проект при его участии был запущен в 1936 году это сюрреалистическая галерея в Париже которая пыталась тот интерес который привлек к себе сюрреализм благодаря манифесту с 1924 года каким-то образом все-таки конвертировать во что-то более или менее материальное но выяснилось трагическим образом что традиционная тактика арт рынка в отношении сюрреализма не работает то есть галереи критики журналы дилеры сюрреализму это было не нужно ему нужны так его продать было невозможно продавались через эти галереи фактически покупки делали те же знакомые тот же дружеский круг сюрреалистов то есть круг был очень ограничен на публику это выйти не могло и собственно совсем другая тактика должна была применяться и она очень скоро уже чуть-чуть я буквально через пять минут об этом расскажу но до этого обязательно нужно упомянуть об этом сюжете дело в том что Бретон троцкист очень строгий и чуть что гуржуазно сразу выгоняет скандалит шумит до двадцать четвертого года он работал по найму куратором одной из французских частных коллекций коллекций жака дусе вот такого пожилого господина ему было больше шестидесяти лет когда он решил начать собирать новое искусство он вообще ровесник Сергей Щукин появился на свет их больник в том же году что и он и когда Щукин уже давно закончил собирать новое искусство уже расстался со своей коллекцией уже в эмиграцию во францию перебрался тут Джак Дусе его осенило и он решил собирать новое искусство создать свой частный музей и Бретон с большим удовольствием и успехом искал на рынке предлагал Дусе и устраивал приобретение им работ мастеров фарижской школы мастеров авангарда мастеров нового искусства скажем здесь и работы де Кирика у нас и работы Материани и вещи памятник неевропейского искусства и вот такой рельеф по-моему это Жак Липшиц в общем вещи первого ряда и они объединялись вот в этом волшебном интерьере который как драгоценная шкатулка по индивидуальному заказу Жака Дусе был создан для него на его вилле в Париже удивительный ансамбль в духе ар-деко как раз был призван дать привлекательное декоративное управление новому искусству иначе его Жак Дусе не воспринимал все-таки был родом из мира моды и в декоративном управлении нуждался хотя бы этим это можно объяснить Дусе человек чудаковатый но тем не менее создал действительно потрясающий ансамбль с удивительными памятниками в коллекции первого порядка произведениями памятниками кубизма или вот этим монументальным панно Анри Руссо таможенника очевидно что Дусе был человеком пожилым и эта коллекция не могла существовать долго и это наверное одна из самых трагических потерь рубежа 20-30-х годов поскольку Дусе умер в 1929 году его коллекция была распродана практически сразу же парижский художественный рынок жаждал жертв и надо сказать что удержать коллекцию в неразвозном состоянии в Париже было практически невозможно потому что давление рынка было невероятным и желание вот этих реинвестиций в искусство подавляло все желания сохранить коллекцию коллекция была раскассирована и осталась она к счастью только на этих вот к счастью потому что цветных фотографиях сделанных перед продажей коллекции в 30-м году сюрреалисты довольно серьезно изменили табель о рангах искусства 20-х годов и скажем придали совершенно новое значение совершенно новую ценность значительному числу крупных произведениях и крупных художников скажем анрил руссо таможенник он ушел из жизни еще в 1910 году его наследие ну в общем стоило каких-то средних денег не очень больших продавалось не через очень большие галереи но именно сериалисты стали смотреть на него как на одного из своих главных предшественников мастера мистического таинственного с фрейдистским контекстом с недосказанностью с сновидческими эффектами и привлекли новую волну интереса к андрею руссо его стали воспринимать как мастера важного интересного востребованного как мастера дорогого и надо сказать что именно в париж везли в 20-е годы продавать коллекции даже если эти коллекции существовали не в париже вот в 1926 году из нью-йорка на продажу в париж доставили коллекцию Джона Квинна безвременно ушедшего из жизни очень молодым одного из крупнейших американских коллекционеров нового искусства у него в коллекции была вот эта крупная монументальная работа Андре Руссо спящая цыганка и в 1926 году это фурор это ценовой рекорд потому что за эту картину было заплачено на аукционе в Париже полмиллиона франков это сумма сенсационная это пик рынка и рынка который во многом сформировали художники сериалисты станет интересным вирусом ну что же уже скоро я надеюсь заканчиваем думаю что минут 10-15 еще где-то нормально да извините простите просто да хорошо бишь нет что-то повторяться мне до конца дайте простите продолжим итак собственно я хотел сказать то о том как сюрреализм находит для себя уже в конце 20-х годов новые возможности для позиционирования в том числе и на рынке это совпадает с двумя событиями с одной стороны это второй маниферс сюрреализма в котором марксистская риторика Бретона ужесточается где он говорит о кризисе капитализма потому что все скоро падет и нужно поклоняться Марксу и Троцкому и здесь же на обложке вот этого второго манифеста сюрреализма представлен второй фактор это искусство Сальвадора Дали которое приходит в Париж именно сейчас в конце 20-х годов и тоже меняет круг поле на котором бытует сюрреализм Дали новый любимец Андре Бретона вот он а вот Бретон они вместе и а Макс Эрнст уже он не первый он уже второй и несмотря на то что Дали человек исключительно не марксистский в развитии он поддерживал и Франка и симпатизировал Гитлеру и в конце концов но любовь Бретона к его искусству была настолько всепобеждающей что он прощал ему все и только в 42-м году когда уже совсем стал у него разорвал с ним отношения окончательно Дали представляет свой вариант сериализма который как пчела со всех цветов собирает мед берет многое и у Миро и у Ива Танги и у Макса Эрнста и создает абсолютно такую комбинированную манеру которая легко разгадывается которая приятно для класса апеллирует к искусству старых мастеров и условно предназначена для того чтобы сделать сюрреализм популярным востребованным и успешно продаваемым вот эта картина мрачная игра 29-го года именно таким входит Дали на парижскую художественную сцену знаменитые узнаваемые образы которые Дали словно брендирует повторяя в своей живописи легендарное постоянство памяти из Музея современного искусства в Нью-Йорке 31-й год фрейдистские мотивы это морфозы нарцисса я человека впервые по Фрейду проявляется на нарциссической стадии развития и это как раз здесь проиллюстрировано причем в общем самым буквальным образом картин 37-го года из галереи Тейт удивительно но Дали меняет облик парижской художественной сцены его острая жестковатая традиционалистская манера порождает феномен долинизма и художников долинистов насчитывается более сотни в Париже в 30-е годы и в общем даже Павло Пикассо не избежал влияния воздействия искусства Сальвадора Тали и вот эта линеарность это такая несколько жестковатая затесненная манера как раз свидетельство влияния на него этого молодого и заносчивого художника из того же региона откуда и Пикассо происходил на самом деле сериалисты в лице Бреттона издавали журнал сериалистическая революция в котором можно было публиковаться только если ты был настоящим истовым марксистом но художникам нужна была другая площадка эта площадка появилась в лице журнала Минотавр для которого обложку как раз в духе долинизма целого кратковременного в 1337 году нарисовал Павел Пикассо вот она перед нами ну и собственно о рынке о том как сериализм каким образом какую стратегию выживания он должен был для себя изобрести с самого начала выяснилось что сериализм наверное должен себя позиционировать как искусство для немногих как искусство для избранных для эритарных клубных условий и вот одной из первых участниц этого клуба стала маркиза Казарти которая одна из первых меценатов сериализма еще с середин 20-х годов дело в том что она была поклонницей и поддерживала Бакс там и Бакс для нее и костюмы делала в общем всячески создал ее антураж но Бакс скончался в начале 25-го года и святое место вкуса не бывает в танце 24-го Бретон выпускает свой маниферс сюрреализма маркиза казатель попадает в объятия сюрреализма начинает покупать их живопись начинает их поддерживать но наверное более даже известные знаменитые патроны сюрреализма это Чета Виконта и Виконтессе Денуай Шарль Денуай вот он Мари Лор Денуай а это Жорж Орик французский композитор с которым они дружили которые часто приглашали к себе покровители нового искусства Чета Денуай на рубеже 20-х 30-х годов окружает себя поэтами такими как Шан Кокто художниками такими как Сальвадор Данино такими как представители французской шестерки один из них Шошо Рик они строят для себя виллу на южном берегу Франции Французской Иере и она становится таким замком форпостом сюрреализма именно про эту виллу Монрей снимает свой кинофильм в 1929 году Тайна замка для Игрю в Косте он довольно широко известен вот этот замок этот форпост сюрреализма перед нами форпост принадлежащий подлинным знатокам членам вот Мари Лор Денуай и Сальвадор Дани в 1929 году и как только Дали выходит на рынок он моментально попадает в коллекцию Виконте Денуай и вот картина приобретенная им человек-невидимка рубежа 20-30-х годов Сами Виконте Виконте Денуай ставили сюрреалистические представления на своей вилле вот Мари Лор в странном наряде в одной из таких вещей и дело в том что именно с Читой Денуай связан замысел так называемого клуба зодиак такого артистического меценатского проекта я бы сказал который придумывает Дали в начале 30-х годов для того чтобы обеспечить свое собственное существование клуб зодиак как можно догадаться из названия причал 12 элитных отобранных членов каждый из которых вносил определенную сумму за право членства в клубе на протяжении 12 лет и каждый из них по жеребию в один из этих годов получал произведение Сальвадора Дали но дело в том что вносил каждые 12 лет в сумму каждый член клуба произведение распределялось между ними год только одно так что довольно может быть не очень справедливый проект но дело в том что проект был рассчитан на 12 лет но история внесла свои коррективы началась война уже вторая мировая и последние члены клуба за дядь свои произведения отдали так и не получили еще один герой покровитель сюрреализма это Шарль Бестиги мастер празднеств странных сфереалистических представлений человек который наверное единственный из людей которому удалось превратить пространство модернизма в пространство сюрреализма Ле Корбюзье построил для него как это сейчас называется тентхаус на Елисейских полях такой очень четкий жесткий модернистский интерьер но стоило Ле Корбюзье переступить порог и уйти и покинуть свое создание как Бестиги наполнил его своей художественной коллекцией и своими мебельными инсталляциями вот такое странное пространство где барочная мебель эпохи наполеона третьего сочетается с четкими жесткими линиями современного движения искусство модернизма было Бестиги создано и еще одна рыночная и выставочная инновация 30-х годов сюрреалистов это сюрреалистический объект новая область которая граничит в общем даже не с скульптурой а с дизайном что намного более перспективно для этого времени и именно через этот сюрреалистический объект через сюрреализм проникает в дизайн и распространяется в этой фантастически популярной области а начинается все с таких вещей это 31-го года еще изготовленный Дали скатологический объект с таким отвратительным названием фетиш эротический фетиш женские туфли здесь покачивается и намекает на соответствующее непристойное движение сюрреалистический объект представляется как популярный выставочный объект популярный выставочный материал и выставка сюрреалистических объектов выставки следует одна за другой и самая известная из них пожалуй по середине 30-го года 36-й год галерея Шармера Тона в Париже где эти вещи были представлены именно здесь знаменитые иконы и сериализма и дизайна 20-го столетия впервые пробуют себя Мэра Тоттенгейм и ее знаменитый меховой завтрак 36-й год здесь и дизайн то есть к бытовому предмету все-таки обращаемся и философский смысл теплота еда эротические ассоциации мягкость жесткость фактуры теплое холодное все это и философия и предметный мир перемешиваются и конечно это очень хочется трогать а это первый путь к дизайну Джекоменция в этой же среде выступает и его объекты как видите воспринимаются как дизайнерские как раз в этом контексте Джекоменция правда это придется не по вкусу и он уйдет из сюрреализма но начинают его позиционировать именно так это его объект дворец в 4 часа утра 32-го года а вот Кикисман Фарнаса смотрит сквозь него и в общем видно что вживается в него как уже как его объект дизайнерский и в принципе на пороге дизайна воспринимается и Александр Колтер американский скульптор который свои первые шаги делает как раз в Париже и свои кинетические объекты создает здесь такие как вот эти танцоры и сферы 36-го года сюрреализм и неожиданно в 36-37-м годах когда разразилась гражданская война показывает гражданственный пафос и такие мастера скажем как Мирол Колтер или Пабло Пикассо во многом близкие сюрреализму в эти годы выступают единым фронтом для того чтобы помочь Испании или обратиться к ее трагедиям в павильоне республиканской Испании на парижской всемирной доступе 37-го года это знаменитая герника Пикассо и ртутный фонтан объект Александра посвященный битве за ртутные месторождения правовым испытаниям времен Гражданской войны ну а Париж остается центром арт-рынка и сюрреалистический объект продается показывается приобретает все большую популярность именно здесь и здесь происходит 38-м году международная сюрреалистическая выставка для которой объединились непримиримые люди Бретон Марсель Дюшан Манрей Ифтанги Макс Эрнст давно рассорившиеся мастера соединяются для того чтобы вместе создать идеальный объект ну в том числе который и на арт-рынке может им помочь о себе заявить от Юшана здесь вот эти мешки с углем закрепленные на потолке которые делали это пространство подлинно взрывоопасно второй проект после галереи после сюрреалистической галереи которая приказала долго жить на рубеже 20-30-х годов проект уже бретоновский монографический он открывает вот эту галерею градива парижа в 37-м году но сейчас точно так же как и в 20-е годы через галерею сюрреализмом торговать все-таки не получается сюрреализм еще искусство которое требует клубности элитарности закрытости и на этом работает лучше ну а тем временем сюрреализм делает шаг в область дизайна в тот же год когда и меховой завтрак меховая чашка это знаменитая Merck Oppengame создает меховой браслет который уже без всяких сомнений можно надевать на руку как модный аксессуар это тот же 36-й год знаменитый диван губы May West Сальвадора Дольт Дали создается как дизайнерский объект создается для того чтобы включаться в интерьеры взаимодействовать с бытовыми предметами и скажем английский писатель Эдвард Джеймс оправляет свою резиденцию свою Биллу Монгтон с помощью аж двух диванов губ в 1939 году собственно как идеальное воплощение этого замысла вот такой сюрреализм сюрреалист второго половины поколения второй половины тридцатых годов Аскар Домингес представляет такое кресло-тачку уже одновременно и сюрреалистический объект наследники шиндюшановских рейдинейдов и объект модного дизайна в котором может облаченная в шикарной платье модель модной Томна прилечь а это павильон элегантности на выставке 1937 года в Париже где видно что сюрреалистическая эстетика с ее далианскими линиями с ее бесконечными перспективами становится объектом дизайна становится объектом рыночным и служит индустрией моды как модный объект и собственно сериализм уже совершенно не останавливается перед тем чтобы создавать ну скажем серию ювелинных украшений это еще вторая половина тридцатых годов и мастера первого ряда здесь вы узнаете и почерк Александра Колдера и живопись Ива Танги это серьги которые сделали они по заказу американки Пегги Гугенхайм Пегги Гугенхайм это наш последний герой на сегодня создательница одного из самых нашумевших проектов арт-проектов конца тридцатых годов который пережил несколько ипостасей это музей нового искусства музей актуального искусства музей сюрреализма который она первоначально создает в Лондоне в тридцать восьмом году она открывает здесь галерею под названием Гугенхайм как вы понимаете она апеллирует под названием галереи Бернхайм знаменитому центру антикварной нет торговли актуальным искусством десятых двадцатых годов сейчас Пегги Гугенхайм и ее галерея более актуальны более важны это галерея музей нового искусства музей сюрреализма и с помощью Герберта Рида который здесь на фото английского критика историк искусства кстати говоря марксиста в этом наверное он должен был импонировать Пегги Гугенхайм покупает значительнейшее количество произведений Макса Эрнста Жоанна Миро Ива Танги вот как раз его картина Сальвадора Дали и включает их в экспозицию своей галереи но галерея довольно быстро остывает и загорается идеей уже полноценного музея причем на французской почве и в тридцать девятом году она едет во Францию чтобы открыть этот музей и чтобы пополнить его коллекцию в это время собственно происходит то что происходит разражается вторая мировая война Пегги Гугенхайм это не пугает напротив придает ей силы и она ставит себе задачу каждый день покупать как можно больше произведений актуального искусства чтобы спасти его и заархивировать для ведущих поколений видя нацистскую угрозу видя как наваливается этот бал накатывает он на Францию она создает для себя придумывает изобретает такую благородную миссию она не только смогла приобрести сотни произведений сюрреализма и вывести их в Соединенные Штаты в последний момент буквально на последнем пароходе но и спасти от гибели или вот невзгод и у художников сюрреалистов в первую очередь Макса Эрнста с которым она ненадолго даже связала себя семейными узами и в 1942 году на пике вот этих и романтических отношений и художественной миссии она открывает уже в Нью-Йорке музей под названием галерея искусства сегодняшнего дня и здесь уже как видите и дизайн и искусство идут в кауру они создают единое пространство которое воспринимается уже абсолютно цельным и завершенным и собственно пожалуй именно деятельность Пегги Гугенхайм своего рода эпилог развития парижского художественного рынка между двумя войнами она выжимает из него последние она последний крупный заокеанский покупатель на парижском художественном рынке до второй мировой войны и во премии ее и она своей деятельностью физически переносит центр притяжения художественного мира из Парижа за океан в Нью-Йорк после второй мировой войны Париж уже прежнего положения себе не вернет и центр художественной жизни переместится за океан где он в общем-то пребывает во многом и до сих пор ну и на этом наверное стоит на сегодня завершить спасибо большое вам за внимание за терпение спасибо 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 спасибо